Продолжение следует... Примеры должны быть подчинены общей цели – иллюстрировать Божью истину, ввести слушателей к применению, к призыву. Это очень важно, братья мои. Дело в том, что пример не должен быть рассказан просто ради того, чтобы быть рассказанным. Иногда проповедник найдет какую-нибудь очень вдохновляющую иллюстрацию или прочитает где-нибудь такой красивый пример, и ему хочется, непременно хочется этим примером поделиться со всеми людьми. Причем он не подходит абсолютно к проповеди, но уж очень хочется его рассказать. Такого допускать ни в коем случае нельзя, братья мои. Когда вы составляете пример, подыскиваете пример для проповеди, пожалуйста, помните, что он должен быть уместен. У него есть одна цель – вести слушателей к призыву, иллюстрировать ту самую истину, которую проиллюстрировать необходимо. Нужно, братья мои, избегать сборников примеров, написанных другими авторами. Пусть этими сборниками пользуются не проповедники, а другие члены церкви. Если у вас завалялся старый томик книжки «Сеется семя» Якова Левина, подарите его какой-нибудь бабушке. Пусть она читает те примеры. Почему проповедник должен избегать чужих сборников примеров? Как правило, они все шаблонны. Они пропущены через призму восприятия одного человека – составителя. В них, как правило, есть масса неточностей, так как ставка делается не на качество, а на количество примеров. И вот здесь подобные сборники всегда играют с нами злую шутку. Я помню, что я был очень вдохновлен когда-то в свое время книжкой «Сеется семя». И я вставлял примеры из этой книги в свои проповеди очень и очень часто. Но получалось как? Если я вдруг решал перепроверить какой бы то ни было пример, я обнаруживал досадные ошибки, ляпсусы в этих примерах. Ну, вот, к слову сказать, я помню, там в качестве иллюстрации содержалась совершенно шикарная речь Сократа. Показывающая, что чуть ли не верующим был этот человек, потому что эта речь очень пафосная. «Ты тронул своим лучом мою грязную душу». Ну и так далее. То есть, речь, обращенная к божеству, которого Сократ, в принципе, не знал и не мог знать. И делается там вывод, что вот бог даже античным мыслителем открывал себя. Интересен, кстати, тот факт. Я помню, что когда я читал, еще какая-то мысль, такое сомнение закралось в мой разум. Ведь вроде бы не осталось от Сократа никаких письменных свидетельств. Все, что мы знаем о Сократе, мы знаем благодаря Платону. Ну, я подумал, ну, вдруг Якову Левину удалось найти. Какой-нибудь фрагмент все-таки сократовских писаний или сократовских речей. Что же выяснилось в результате проверки? В результате проверки выяснилось, что эта речь принадлежит совершенно не Сократу. Речь эта принадлежит литературному персонажу Владимиру Галактионовичу Короленко. Литературный этот персонаж действительно носит имя Сократ. Но ничего общего с тем самым античным Сократом он, конечно же, не имеет. А в этом примере он подается как речь именно того античного Сократа. И вот подобных ляпов, подобных казусов вас ожидает масса, если вы пользуетесь чужими сборниками примеров. Нам кажется, что человек верующий, он же врать не будет. Ну, конечно, врать специально он не будет. Но заблуждаться он вполне и вполне может. Или как-то не точно подавать информацию. Кроме того, сборники примеров вредят нам вот в каком смысле. Если вы пользуетесь сборником примеров, то вы должны знать, что этим же сборником пользуются и другие проповедники. И нет ничего хуже, чем пример, прозвучавший в одной и той же аудитории дважды. Поэтому избегайте сборников примеров, дарите их, передаривайте, но не пользуйтесь. Все примеры необходимо выверять на точность, корректность. Точно знайте, как произносятся те или иные имена. Помните знаменитую басню Сергея Михалкова? Она, по-моему, называлась «Гигант районного масштаба». Про человека, который мог прочитать доклад на любую тему за счет цитат. При этом он цитаты вписывал, а произносить их вслух не считал нужным, репетируя текст. Поэтому однажды он не смог выговорить имени фараона Тутанхамона, и доклад его с треском провалился. Заканчивается басня шикарным призывом. «О чем с трибуны докладаешь, ты заучи хоть по складам». Поэтому имена, пожалуйста, выучите, как они звучат. Фамилии, ударения, правописание проверьте. Особенно это касается географических названий. Лично я не приводил никогда в пример недавнее извержение вулкана. Именно потому, что я никак не заставлю себя выучить название этого исландского чудовища. Если уж приводите пример, этот вулкан, то выучите, как он называется. Статистика тоже должна быть точной. Кстати, в примерах статистику лучше не перегружать подробностями. Не следует говорить, что по датам социологических исследований 16,76% зарегистрированных браков распадаются в течение первого же года. Люди не запомнят такую цифру. Точность не подразумевает подробности. Лучше сказать, более половины зарегистрированных браков распадаются в течение первого же года. Но статистику вы веряете все-таки на точность. Цитаты нужно воспроизводить точно, не приблизительно. Если вы не помните точную цитату, то лучше ее предварить таким объяснением. Не ручаюсь за точность цитаты, но примерно там говорится следующее. И тогда уже не в форме прямой речи, а в форме косвенной речи эту цитату употребить. Но я вам рекомендую при подготовке к проповеди все-таки найдите точную цитату, интернет вам тут поможет, и цитируйте точно. И так далее. Все вы веряете на точность и корректность. Особенно, конечно, когда речь идет о каких-то вещах, которые несложно проверить. Я помню, Виктор Гам нам рассказывал, что... Да я и сам, кстати, много раз слышал вот такой пример. Якобы, если смотреть на красное пятно через красное стекло, то красное пятно будет казаться белым. Это совершенно дикий с точки зрения оптики пример был придуман для того, чтобы проиллюстрировать текст из пророка Исаии. Если грехи ваши будут красные, как пурпур, как снег убелю. То есть, якобы на красные наши грехи Бог смотрит через красную кровь Христа и видит их белыми. Ничего подобного, конечно, не происходит. Если вы проверите, то максимум при совпадении длинной волны красного пятна не будет видно. Но белым оно не станет никогда. Поэтому выверяйте все на точность и корректность. Далее. Пример должен соответствовать стилю проповеди и проповедника. Есть такие проповедники, которые очень органично умеют рассказывать те или иные примеры. Они могут буквально перевоплощаться в каких-то персонажей. Например, Брюс Вилкинсон, я помню, он рассказывал историю блудного сына от лица свиньи, которая там сидела у корыта. И все это было очень органично, очень интересно и забавно его слушать. Но при всем при этом, если я попытаюсь подражать в этом талантливому проповеднику, скорее всего, я потерплю фиаско. Потому что я не обладаю той степенью органичности. Лучше не подражать кому-то, а найти свой собственный стиль. Если вы будете просто подражать другим проповедникам, особенно в том, что касается произнесения примеров, иллюстраций, как самых эмоциональных частей проповедей, то вы, конечно, потерпите крах, потерпите неудачу. Примеры должны быть простыми. Дело в том, что у слушателя нет возможности вернуться к началу примера, когда он слушает вас. Если он читает книгу, тогда да, такая возможность существует. Если он уж чего-то там не понял или забыл, всегда можно вернуться и прочитать сначала. В проповеди такой роскоши нет. Слушатель не может вас остановить и отмотать назад. Поэтому примеры должны быть простыми. Пример должен пояснять одну истину. Помните, мы говорили о толковании притчи Иисуса Христа? Там всегда иллюстрируется одна истина. Не две, не три, но одна. Пример должен быть по возможности кратким. Не стоит увеличивать время проповеди за счет каких-то массивных примеров. Пример должен соответствовать составу вашей аудитории. В примере должно быть нечто знакомое вашей аудитории. Ведь было бы крайне глупо и нелогично в какой-нибудь деревенской глубинке рассказывать о том, как недавно у вас полетел сервер, как вы сражались с этой проблемой, как вы победили трудности FTP протокола, почему новая модель сенсорного экрана лучше, чем простой тачскрин и так далее. Скорее всего, вас не поймут. То же самое, если вы, находясь в аудитории современных молодых людей, начнете, как само собой разумеющиеся, говорить о том, что корову нужно подоить рано утром. Вы же сами понимаете, почему. Конечно, никто не поймет, почему. Даже я сам не до конца понимаю. Я городской житель, до юношеских лет считавший, что редиска растет пучками. Я просто не пойму таких примеров. В одной проповеди примеры должны быть из разных источников и областей жизни. Это очень важно, братья мои, потому что иначе о вас сложится дурное впечатление. К примеру, вы накануне прочитали книгу об Александре Македонском и так вдохновились этой книжкой, что в проповедь понатыкали все примеры из жизни Александра Македонского. Слушатель тут же поймет, что книга об Александре Македонском является неисчерпаемым кладезем познания о жизни для вас лично, что вы прочитали за всю жизнь только одну книгу и вот постоянно козыряете фактами или иллюстрациями из этой книги. Поэтому, пожалуйста, пусть примеры будут разноплановыми. Приводите примеры из разных жанров даже. То есть чередуйте жанры примеров. Можете начать с пословицы, потом следующий пример, пусть у вас будет истории из жизни, другой пример будет взят из вашего воображения. Вы можете даже компилировать какие-то примеры, чтобы они были интересными по своему составу. Это нужно делать для жанрового разнообразия. Это очень хорошо. Примеров должно быть и не много, и не мало. Что я имею в виду? Я думаю, что, по крайней мере, один пример должен содержаться во вступлении. По одному примеру должно содержаться в каждом пункте проповеди. И, пожалуй, один, по крайней мере, пример должен быть в заключении. Ну, то есть, как минимум пять примеров в одной проповеди. Хотя, честно вам скажу, что пять иллюстраций, ну, на мой вкус, это маловато. Я думаю, что можно сравнить количество примеров в проповеди с количеством изюма в кексе. Примеров должно быть, как изюма в кексе. Плохо, когда в кексе нет изюма совсем. Ищешь, ищешь там. Где же эта изюминка? Вот, сухо. И плохо, когда ваш кекс представляет собой один сплошной изюм. Ну, где же там, собственно, кекс. Поэтому пусть бог вам даст хороший вкус. Четкого количества я вам не дам. Но не должно быть много и не должно быть мало примеров в проповеди. На что еще следует обратить внимание? Нельзя преувеличивать. Нельзя добавлять того, чего в примере нет и быть не может. Слушатели это прекрасно понимают. Есть такой род проповедников, который очень увлекается, когда рассказывает примеры. И начинает преувеличивать. Представьте себе, братья и сестры, крушение поезда. Миллионы жертв. Это очень звучит, конечно, драматично, но смешно. Не преувеличивайте. Не добавляйте того, чего в принципе не может быть. Не рассказывайте, как вы были негром. И так далее. Нельзя лгать в примерах. Под ложью я подразумеваю ложь сознательную, которая подается как правда. Я ничего не имею против воображения. Я ничего не имею против вымышленных ситуаций. Я об этом уже говорил. Но любой вымысел, любая компиляция, любая ваша, скажем так, какая-то авторская интерпретация должна подаваться соответствующим образом. У слушателей не должно возникнуть ощущение, что все так в заправду и было, если вы что-то придумали. Пожалуйста, поясните это слушателю. Пример должен пояснять, а не усложнять сказанное. К сожалению, бывают такие примеры, после которых вообще ничего не понятно. И так-то было непонятно. Рассказал пример проповедника и стало вообще все непонятно. Лучшие примеры, даже самые лучшие примеры, всегда неточны, всегда ограничены какой-то своей функцией. Об этом следует помнить. Не все богословские истины можно проиллюстрировать так, чтобы это было на 100% совпадало. Например, доктрину о непорочном зачатии. Как вы это проиллюстрируете? Можно, конечно, про какой-нибудь партеногенес рассказать, про пчел. Но не совсем там все так, как нужно. Или, например, доктрина троицы. Как ее только не иллюстрировали. И все время получается какая-нибудь ересь. То динамическое монархианство, то троебожие, то еще какая-нибудь гадость. Поэтому всегда, когда вы рассказываете пример, иллюстрирующий богословскую абстрактную истину, помните, что он будет неточным. И слушателям об этом сообщите. Вот широко разрекламированный пример, который часто иллюстрирует заместительную жертву Христа. Когда рассказывают про стрелочника, который направил поезд на своего маленького сына, игравшего на путях. А не направить он этот поезд не мог, потому что иначе поезд бы потерпел крушение и погибли бы сотни людей. Этот пример иллюстрирует выбор отца. Тяжелый выбор отца, когда вместо того, чтобы обречь на гибель сотни людей, он обрекает на гибель своего сына. Но этот пример абсолютно не иллюстрирует добровольности жертвы. И более того, он даже рисует жертву Христа в несколько искаженном свете. Там мальчик был совершенно не при делах. И у слушателей может возникнуть ощущение, что с Христом было примерно так же. Что Отец Небесный его просто и банально подставил. Просто пожертвовал им, не объясняя ничего. И вот тут с такими примерами нужно быть довольно-таки осторожными. Они могут быть эмоционально очень сильными, но функционально неточными. Будьте внимательны. Примеры не должны быть тривиальными. Нет ничего хуже, чем набивший оскомину пример. Я вам уже говорил, именно поэтому избегайте сборников, я вас умоляю. Это очень и очень плохо. Нет ничего хуже избитых каких-то сравнений, избитых, штампованных, образных, в кавычках, выражений. И уж, конечно, избитых церковных стихов. Интересно, что есть, например, совершенно чудесное стихотворение Николая Шлатовского. Молитва Матери. Когда его рассказывают на призывных собраниях, неверующим, которые никогда это стихотворение не читали, оно работает хорошо. Но цитировать его раз за разом в церкви, это значит совершенно похоронить вот это стихотворение и его смысл. Поэтому, когда очередной проповедник или очередная бабушка в церкви завывает, друзья, заранее прошу прощения, быть может, и не время вспоминать, хочется все время искать, не время, не время, брат, сестра, остановить. И не вспоминай даже. Слушать это уже невозможно. В десятый и сотый раз все стирается, и даже происходит какая-то обратная реакция. Вся экспрессия пропадает. Пример не должен быть центром и основанием проповеди. Основой проповеди должен быть библейский текст. Об этом всегда помните. Пример в проповеди не главное. Их можно выкинуть. Библейский текст из проповеди выкинуть нельзя. Ну, как-то даже неловко уже об этом говорить после того, как мы много времени уделили исследованию библейского текста. Необходимо составлять свой собственный сборник примеров. Как это лучше всего сделать? Я вам советую фотографировать то, что можно сфотографировать. Потом заносить в компьютер при помощи программ, распознавать текст. Ну, и если вам не лень, просто перенаберите текст своими собственными пальцами. Раньше я делал такую базу данных. Я пользовался программой Microsoft Access. Она заточена под то, чтобы создавать базы данных. Там довольно легкий поиск. Можно сделать фильтр по ключевым словам и так далее. То есть сборник примеров представлял такую таблицу. Потом я понял, что это довольно сложно, громоздко, да и не нужно мне. Почему? Потому что я пришел в свое время к выводу, что дважды один и тот же пример в двух разных проповедях я никогда использовать не буду. Вы избежание путаницы. Поэтому, если я пример один раз использовал, его смело можно из этой базы удалять. Потому что он мне больше никогда в жизни не понадобится. Он у меня уже остался в конспекте той проповеди, которая хранится в специальной папке на компьютере. И эта папка, естественно, дублируется на разных носителях информации. Иначе все пропадет у вас однажды в результате компьютерного сбоя. Как я сейчас храню примеры? У меня есть папочка, которая называется иллюстрацией. В ней лежат простые текстовые файлы с расширением txt. Простые текстовые файлы. Названия этих файлов представляют собой список ключевых слов. Ну, тем, на которые эти примеры так или иначе могут пригодиться. Что они могут проиллюстрировать. Эти файлы лежат у меня там. Когда я готовлю проповедь, я открываю эту папочку, просматриваю ключевые слова. Если нужно, задаю поиск. Сейчас это можно в современных версиях операционных систем. Задать поиск. Выдают мне, так сказать, выдаёт мне поиск нужный мне пример. Я его вставляю и, естественно, тут же удаляю из этой папки. Он мне больше не понадобится. Составляйте свой сборник. Не ненитесь. Ну, к примеру, вот я могу сказать, да, вот сейчас у меня на рабочем столе компьютера лежат свежие примеры. Вот простые текстовые файлы. Вот ключевое слово. Богатство. Пример о богатстве. Про другую щёку. Про шаблонное благовестие. Про лёгкое отношение к разводу. Про заместительную смерть. Вот про месть. Про жадность, кредит, про договор. Про воровство или руководителей, которые не на своём месте. То есть, вот эти примеры, это результат того, что я накопал где-то в поездке. То есть, они ещё не в моей папке, не в моём десктопе. Я их туда положу. Я их положу, когда вернусь домой. Но они уже есть. То есть, пока я ехал туда-сюда, путешествовал, я чего-то накопал уже. И у меня уже есть, вы видите, довольно-таки какое-то большое количество примеров. Итак, вот, пожалуйста, собирайте примеры, составляйте свои сборники. И бог вас благословит, я думаю, интересными и насыщенными примерами-проповедями. Ну, а мы с вами продолжим в следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok